Друзья, я приветствую вас на канале о сложенном просто. Спасибо, что смотрите и спасибо, что комментируете. Меня зовут Сергей и сегодня продолжим делать каталог товаров. Не будем затягивать видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, комментарии, мне важно ваше мнение, в общем, все прекрасно и так, знаете, поехали. Прежде чем начать писать правильный код, хотелось бы ответить на вопрос, который поступил по некоторым каналам и звучит он следующим образом, вот такой вот, зачем использовать вот этот feature group, есть и есть вот такой вот map group, который, собственно говоря, объединяет под своим префиксом определенные группы. То есть теоретически, ну давайте я покажу, как бы я написал, если бы я использовал map group. то есть вместо того, чтобы мапить непосредственно какой-то набор мапов, да, каких-то инпоинтов, нужно создать группу, создать extension, и он статичный, и вот сюда как раз уже конкретно группе прописать, что мапится тот самый каталог, то есть вот этот вот, get all, и, собственно, вот это вот уже здесь тогда писать не нужно, а примерно вот таким вот способом. То есть вот эта вот группа получается здесь дополнение. И, на самом деле, это должно быть статичным, тогда этот не требуется, и, собственно, мне не очень красиво кажется это выглядит, только потому что updefinition используется, который не статика. Если вы это пишете в корне файла program.cs, ну, наверное, это хороший вариант. Но, в общем, у меня вот такой вот выбор, давайте на нем я остановлюсь и сделаю, собственно говоря, сброс данных, и мы вернемся на тот вариант, когда был. А, ну еще был вопрос, то есть если вот этот вот потребуется авторизацию, то можно написать autorize attribute, а можно использовать requirement authorization, но, опять же, тут куча параметров еще можно ставить, и там получается такая длинная портянка. Вы можете использовать и этот вариант, а мне больше нравится вот этот, когда, собственно, река здесь можно указать, например, ausindication-схема, updata, ну, в моем случае updata, потому что есть специальные настройки, которые, собственно, используются в этом фреймворке, в этом шаблоне. Ну и, например, вот таким вот образом. Это если вы, допустим, хотите использовать какие-то собственные настройки авторизации, то, в общем-то, вправе применять их где хотите и как хотите. Я остановлюсь на том, что буду использовать то, что мне больше нравится, а вы вправе использовать то, что больше нравится вам. так, категорию, категорию, каталог. категорию, 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 категорию. Ну, посмотрите, для начала давайте создадим новый метод, который будет продаваться create. И, смотрите, получается, что если у меня будет много сущностей, у меня много будет методов create и непонятно, что из них я буду create, да? Давайте назовем категории, ой, категории. И здесь, наверное, тоже переименуем, пусть будет create get all категории, Ну, в общем, naming convention имеет значение. Вот. Ну, для начала это будет пост. Мы должны сохранять базу данных, в том числе, и здесь будет create. И, соответственно, категория create, категория get all, и мне нужно так. У меня здесь что-то пишите. А, вот так вот. Вот. И мне нужно создать этот метод. И я его создам хитрым способом. Примерно вот таким. Даже вот так вот это сделаю. И пока у меня здесь нет... Ну, медиатор мне тоже нужен, да? Давайте тогда сделаем. Вот, смотрите, здесь можно сделать вот так вот ретон. Давайте вот это комментирую. И покажу, что мы можем вернуть results. Или даже не results, а typed results. Ну, это появилось в версии 7, ой, typed results. И, в общем-то, давайте от этого отталкиваться. API slash categories slash categories, вот так вот. Ну, и здесь написать идентификатор того самого нового созданного, новой категории, да? И это, наверное, сделать нужно вот таким вот образом. А, ну, давайте сделаем вот так. Мы сюда дадим сам объект. А вот сюда поставим идентификатор этого самого объекта. Осталось, на самом деле, совсем делать малое. То есть реализовать этот самый create категории request. Категории create request. Ну, давайте я его скопирую. Название. Так, ну, во-первых, у нас здесь должен быть Awaits. Соответственно, здесь должен быть Async. Ctrl-K. Да и так. Отлично. И теперь будем создавать этот новый query. Ну, по большому счету, query это, наверное, не самое правильное название. Потому что query это запрос, а command это выполнение каких-то команд. Ну, в частности, create это будет command. Ну, пусть будет так. C-sharp. И здесь у нас также будет iRequest. И возвращать мы будем Operation Result. Ну, на тот случай, если вдруг не получится создать, мы должны каким-то образом сказать, почему мы не создали. Категории create. Категории. ViewModel мы будем просто возвращать. О, это у нас уже он скопирован с предыдущей реализации. Пусть это будет рекорд. И вот таким вот образом это сделаем. Так, для того, чтобы у нас этот рекорд сработал, нам теоретически нужно какие-то... Вот это ViewModel, да, который мы будем пропихивать туда. И вообще, я предполагаю, что будет категория Create. Такого у нас нету, да. Категория Create ViewModel. Будем называть его Model. Нету. Ну, нету, так нету. Давайте создадим. И что мы в этом... ой. Переменуем. Что мы в этом категории будем создавать? У нас здесь... Давайте посмотрим саму категорию. Ну, у нас... Вот она есть. Мы будем создавать Description Name. Visible будет включаться автоматически. Идентификатор сам добавится в конце. Ну, в общем-то, тогда вот это вот мы и будем добавлять. Давайте его так сделаем. И, соответственно, если у нас этот... Давайте его перенесем в другую папку, которая называется ViewModels. Да, вот он появился. Да, вот он появился. Нет, подождите. Вот он появился. И теперь, соответственно, мне нужно создать Handler для этого реквеста. Это уже будет класс. Это будет Handler. И это будет iRequestHandler. И мы будем брать здесь категории CreateRequest, и, соответственно, вот такого вот типа будет у нас запрос. Давайте я, чтобы вылезло на экран, перенесу на следующую строчку. Ну, и тут, собственно говоря, я сделаю то же самое. Отлично. Теперь нам осталось реализовать это все, чтобы это все, как бы, заработало. Что нам нужно? Нам нужен реквест, в котором придут значения. Давайте проверим, что у нас. Request. У нас есть модул, и у него есть Description. Отлично. Ну, для начала, наверное, сделаем вливание iUnitWork. Очень удобно. Сделаем вот такую штуку. Возможно, нам потребуется маппер, возможно, валидатор. Давайте постепенно все это делать. Ну, и раз у нас есть UnitWork, первым делом, что мы хотим сделать, это получить репозиторий, который мы возьмем из UnitWork, GetRequestRequestRequest. Мы возьмем сущность. Вот она. И теперь в этом репозиторий. Ну, то есть, что нам нужно сделать? Нам нужно вот этот ViewModel замапить на модель. Опять же, не знаю, насколько есть смысл использовать здесь непосредственно маппер. Маппер. Метод простой. Свойства там всего лишь два. Теоретически мне нужно какую-то валидацию сначала сделать. Давайте не буду использовать маппер. Я его использую обычно для таких сложных манипуляций, которые требуют еще какие-то модификации в процессе обработки. И даже не просто, когда требуют. Когда их требуется несколько в разных местах, одинаковых, тогда использовать маппер, наверное, надежнее. Так, репозиторий. Ну, тут, по идее, Insert. Здесь, конечно же, Await. Я сейчас просто накидываю данных. Здесь у нас будет тот самый категорий, который нам нужно создать, предварительно сделав валидацию. два категории равен NewCategory NewCategory Вот таким вот образом. Ну, и здесь очень просто. ID у нас автоматически добавится. Name равен RequestModel Name Соответственно, здесь у нас будет Description Ну, вот так вот это примерно выглядит. Здесь мы создадим категории. Сюда нам нужно опустить Consolation Token И, соответственно, результатом у нас будет что-то. И мы можем вот в этом самом Unit Work проверить Last Safe Change Operation Ну, то есть сказать, если Last Safe Change Operation не окей, то есть было что-то плохое, мы должны сказать, что мы возвращаем Operation Result. Давайте его создадим. Ну, вот здесь вот. Operation Result. Мы будем выдавать категории наружу. ViewModel То есть уже модель. Я обычно никогда не передаю Entity наружу, потому что сами Entity обычно несут гораздо больше информации, чем нужно какому-то там пользователю. А ViewModel они этот, так называемый, Column Level Security реализуют, когда вы выдаёте только то, что нужно непосредственно на UI. Да, больше мороки, потому что нужны маппинги, проверка. Но, тем не менее, это правда. Потому что когда вы дадите паспортные данные нечаянно вместо фамилии, имя, очередь, отчество, то это гораздо критичнее, чем просто побольше кода написать, да? Так. У нас есть Operation. Мы говорим, что у нас Add Error. И этот Error можно взять из того самого Unit of Work Last Operation Result Exemption. Если он ничему не равен, тогда New. Ну, пусть будет... Смотрите, опять же, речь идёт про так называемые кастомизированные экстенш... Ой, экземпшены, когда для каждого проекта его собственные экземпшены. И я настоятельно рекомендую вам это делать. Потому что, когда ваш экземпшен выскакивает, тогда, когда вы узнаете, что это ваш, то есть с префиксом, да? Например, каталог. Ну, например, каталог... Ой... Каталог... Что-нибудь... Датабейс... Там какой-нибудь... Сейф... Экземпшен, да? У меня его, естественно, нет. Мы его сейчас создадим. Вот. Тогда вы точно понимаете, что это... Где это могло случиться? Вам легко это найти. А если вы полагаетесь на то, что вам системный экземпшен выкладывается... Для вашего обозрения? Ну, смотрите, например, экземпшен, который аргумент null-exemption или null-ref-exemption. Тут такие варианты, что вы либо долго ищите, где это было ваше, так вот, не ваше, так вот, где-то в другой сборке. Или вы точно знаете, что это ваш, например, каталог null-ref-exemption. И вы точно знаете, где его выкидывать. Уносить это легко в проекте. Ну, вот так вот, пока вы где-то берите. Вот. Экземпшен мы потом положим в папку экземпшены. Ну, пока вот так вот. Смотрите, у нас получается, что если была какая-то ошибка, то мы понимаем, что нужно об этом уверивать пользователя и вернуть этот самый return, operation и все. В противном случае мы говорим, что у нас у operation есть result и он равен как раз новому view-module, который замапится, ну, то есть, new в категории view-module и мы его берем из, собственно говоря, результата, который у нас был, то есть, сущность, которая закинута под эту вот категорию, да, давайте так напишем, id равен категории, которую мы, собственно говоря, создавали вначале. У нее после сохранения появится идентификатор, name это будет категория name и, собственно говоря, description это будет категория description, если мы его передадим, и product count, ну, по идее, у нас вам только создано, никаких каунтов там не будет, и это как бы тоже, упс, логично и понятно. То есть, вот такая штука, но прежде чем делать вот этот макет, мы должны проверить наличие name, ну, в смысле, вообще, да, у нас же есть какие-то там ограничения по поводу, где вот категория, то есть, name должно быть не более 5, не менее, не менее 5, не более 50, description 1024, но может быть пустым, категорию можно создать, мы его и так создаем, категорию view по умолчанию у нас должен быть, ну, давайте сделаем по умолчанию вот этот категории, disable, а, ну, по умолчанию visible будет false, ну, да, наверное, так мы и сделаем. Ну, соответственно, тот, кто будет создавать этот игру, он будет получать ссылку и может перейти на редактирование этого, ну, видимо, это будет какой-то админ, хотя, наверное, давайте сделаем так, что только администратор может создавать категории, и на этом пока остановимся. Так, ну, exception, здесь по большому счету нужно создать несколько оверрайдов, которые делают оверрайды, базовый класс, и здесь у нас есть, ну, давайте по образу и подобию, string message, вот, и этот message мы будем брать отсюда, соответственно, у нас тут нужно еще string info, так, message exception, ну, у нас будет exception, тоже будет nullable, ну, таким вот образом, и также мы его, ой, ну, конечно же, да, не молчите, я не там пишу, вот, и, соответственно, мы тоже будем его получать отсюда, давайте так повыше сделаем, exception, да, сам exception я перенес, вот, и, наверное, еще пару, ну, я обычно так делаю, которые могут потребоваться, в частности, у нас есть здесь просто message, например, для экзепшена, давайте это сделаем наверх, и здесь вот этот экзепшен мы берем, ну, вот, вот таких вот, давайте вот так вот красиво сделаем, не очень, может быть, читабельно, нет, ну, нет, наверное, не читабельно, давайте вот так и сделаем, вот, и, соответственно, нужно сделать какую-нибудь папку, куда, в общем-то, поместить эти все наши экзепшены, и я предлагаю сделать это, ну, например, вот здесь, shift like, экзепшенс, и вот этот вот класс перенести в папку экзепшенс, так, что далее, давайте интроектурный код, давайте уберем эту штуку, и у меня здесь есть ошибка, мне нужно сюда указать какое-то текстовое сообщение, в данном случае это говорит о том, что saving data error, ну, пока вот такой вот error пусть будет, неважно. Собственно говоря, теоретически мы можем запустить проект, попробовать создать какую-то сущность, каталог, и проверить, что у нас сюда провалятся и пустые каталоги в том числе, надо сказать, что валидация уже здесь, давайте все позакрываем, вот так вот, валидация здесь уже в каком-то виде реализована, вот Fluid Validation, она подключена, Application Definition уже существует, мы уже подключаем сборки, и есть класс, который, так, давайте опять все свернем, есть пример использования, вот Endpoint, Event Item Endpoint, здесь вот есть Event Validator, который говорит, что должно быть, как это, если вы запустите шаблон, у вас тоже будет пример, как это используется, а пока давайте запустим, а нет, у нас есть две ошибки, да, нам нужно сюда указать как раз тот самый ViewModel, который мы будем получать, ну давайте вот так вот напишу, Create ViewModel, и теоретически мне можно его получить вот отсюда, и это у меня будет Create категория, или каталог, каталог ViewModel, нет, у нас такого нету, но соответственно мы будем его создавать, сейчас найдем, где у нас находится, вот у нас ViewModel, Категория Create ViewModel, да, я опять оговорился, вот, и собственно говоря, мы вот в этот вот Create, категория Create ViewModel, мы его получим, ну давайте получим его, так как у нас Buddy From Buddy, теоретически этого больше писать не нужно, он опять же сделал привычки, и я опять же сделаю таким вот образом, чтобы было видно более понятно, вот, и соответственно дальше у нас еще одна ошибка, мы здесь возвращаем Type Result, и мы здесь должны сказать, что мы возвращаем void, у нас тут есть Sync, мы возвращаем типизированный Result, для этого здесь нужно указать iResult, и теоретически мы можем запустить, а, ну да, нам нужно проверить, что есть ли у нас Operation Result окей, ой, если Operation Result окей, тогда в общем-то можно Result вот так вот вернуть, мы здесь тогда уверены, что у нас есть Result, если окей, а в противном случае можно вернуть, ну, в общем-то, BadRequest или, пусть будет, наверное, BadRequest, ну, теоретически, смотрите, существует много вариантов использования методов API, когда возвращаются разные типы, или BadRequest, или Null, или конкретный объект, и в сборке существует пачка, например, сборка OneOff, когда вы можете указать, ну, это на любителя на самом деле, я не люблю все усложнять, поэтому мне вот так проще и так будет понятнее тому, кто будет получать конкретный реквест, то есть если мы создали, ну, в смысле, конкретный респонс от этого реквеста, да, то есть в результате будет вернуть как раз вот все информация по поводу того, что это было создано и где его найти, но в противном случае вернется BadRequest, ну, давайте пока так оставим, не будем погружаться глубоко, давайте попробуем создать какой-нибудь там маленький категория, вот, и потом погрузим себя в валидацию, итак, у нас есть категория, она сейчас не защищена никакими, собственно говоря, ролями, выполняем, да, категория создалась, давайте проверим, что в базе данных, а, ничего, значит, я, видимо, что-то забыл, так бывает, так, createRequest, insert, ну, да, я сделал все, кроме сохранения, да, Верик, unit of work, нет, не так, unit of work, saveChange, await, в общем-то, самое главное, это я не сделал, давайте запустим еще раз, так, это нам не нужно, так, еще раз, категория, create, хочу выполнить, смотрите, появилось или не появилось, да, все появилось, сохранилось, но, в общем-то, если я сейчас занесу малое количество букв, ну, давайте, в общем-то, это и сделаем, меньше пяти, пусть будет одна буква, создадим новое, и, опять же, все создалось, потому что варедация, как говорится, не работает, то есть, вот одна, вот вторая, теоретически нам они все не нужны, я их удалю, вот, теперь давайте поговорим про то, кто может выполнять эту операцию, я так понимаю, что правильно было бы сделать, чтобы эту операцию мог выполнять только один человек, который там администратор, я не буду сейчас выдумывать, вот здесь вот есть, вот, смотрите, такое понятие, как авторизация и аутентификация, они могут настроены на разные схемы, и в данном шаблоне есть настройка на bearer авторизацию и на cookies авторизацию, и вот это вот схемы, они включают в себя оба типа, то есть, вот cookies, а вот, собственно, bearer, ну, это open-aid dict авторизация, в общем, имейте в виду, что с авторизацией нужно как-то разобраться в самом начале, и чтобы потом не пришлось смечательно долго переделывать тот код, который вам, в общем-то, должен быть защищен, или наоборот, давайте попробуем еще раз создать какую-нибудь сущность категории, ну, опять, там, пока не важно какую, нам нужно проверить, что метод работает, запускаем, выполняем, и мы получаем созданный, при этом мы не авторизованный, но это неправда, потому что если нажать L12, есть cookie, как я сказал, у нас вот это bearer авторизация, то есть, вот сюда подключается bearer, а вот это то, что хранится в cookies, это второй тип авторизации, одна не использовалась, использовалась другая, удалим cook, попробуем еще раз создать, мы сейчас видим 401, все верно, ну, опять же, повторюсь, вы можете отключить одну, оставить другую, или наоборот, или использовать обе, либо иметь ввиду, как это работает, то есть, я сейчас нажимаю вход, вот мы нажимаем логин, я авторизовался, cookies опять, могу показать, что они вот появились, даже если нажму выход, cookies будут работать, нажимаю, и, собственно говоря, опять создалось, все как нужно, я уже заторотолил, надо остановиться, так, теперь у нас как бы все работает, и нам единственное, что нужно накрутить валидацию, которая будет проверять, что мы ввели правильные параметры, и правильно, в общем-то, выдавать результаты, для начала, давайте остановим проект, закроем все, и посмотрим, даже свернем все, и посмотрим, что у нас уже есть, ну, во-первых, у нас есть AppDefinition, который подключает EndValidation, как я показал ранее, во-вторых, у нас есть пример использования, есть EndPoint, специально я зашил в шаблон EndPoint Validator, ну, и теоретически нам нужно создать что-то подобное, и проверить, что наша валидация работает. Так, давайте все закроем, создадим наш валидатор, ну, во-первых, что мы будем валидировать, мы будем валидировать request на создание, ну, и тогда вот здесь прям я создам вот эту штуку, валидатор, .cshap, и создам, что это abstract валидатор, чего, правильно, чего, валида, да, тут я опечатался, давайте переименуем быстренько, ну, и теперь мне нужно в конструкторе задать, собственно говоря, роли, да, то есть, ну, не роли, а рулы, да, это, как бы, правила валидации, ну, и, во-первых, что мне написано, мне написано, что name, что у него длина должна быть, так, тут у нас заводится минимально-максимально, 5, давайте проверим, где тут у нас написано, 5,50, давайте так поставим, 5,50, дальше теоретически мне она, а, ну, она не должна быть пустой, соответственно, not empty достаточно, и здесь у нас такой же должен быть description, not empty, а длина у него должна быть 1024, но может быть пустой, ну, тогда not empty убираем, а длину ставим, так, от 0, нет, от 1 до, ну, давайте тоже поставим, потому что 1024 почему-то, ну, ладно, пусть были 1024, ну, хотя бы, там, 10, чтобы прям совсем пустое описание не было, вот, и таким образом получается у нас description, категория, и все это нормально, и давайте сохраним его, теоретически мне даже больше ничего делать не нужно, я попробую запустить его, проверить, что это работает, я, честно говоря, не до конца помню наизусть все шаблоны, которые я делал, давайте проверим, ну, допустим, стринг у нас, вот, один символ, я нажимаю запустить, и, оп, я не авторизован, ну, да, видимо, время истекло, залогинимся, хорошо, и еще раз выполняем, ну, и, в общем-то, да, на самом деле все это работает, почему в таком неприглядном виде, давайте тоже покажу, есть по error handling, и он, скорее всего, отключен, да, он в дебаге отключен, ну, чтобы можно было видеть все ошибки, давайте поставим true, нажмем сохранить, публиканем hot reload, и попробуем запустить это еще раз, не хочет он hot reload, ну, давайте перезапустим, так, где моя, вот она, нет, стоп, мне нужно категории, запустить, давайте одну символ, и, да, вот, вот это как показывается, то есть, так как у меня description менее 50 символов, то он показал еще его, то есть validation, залог, тут, собственно говоря, видно, что не так, и какой тип ошибки, ну, вот так вот работает перехватчик, вы его, конечно, можете изменить, error handling, вот он здесь, здесь просто выводятся ошибки в валидации, можете перехватить их и сделать, какие захотите, в общем-то, валидация работает, и, в общем, опять повторюсь, и в целом мы на сегодня, видимо, закончили, да, то есть мы создаем, мы это видим, давайте проверим, что у нас в базе данных, ну, давайте создадим нормальный, проверим в конце концов, что это работает, где он, вот он, опс, вот так вот сделаем, и создадим новую категорию, назовем ее, допустим, товары, товары, ну, например, для дачи, а здесь в описании мы пишем всякие, разные товары для дачи и огороды, в конце концов, в подходе время, разные, давайте напишем все-таки правильно, и теперь я сохраню это все, и, видимо, у меня тут все сохранилось, и в location, вот появилась ссылка на созданный объект, давайте проверим, что он действительно создался, да, вот он, он есть, visible, нет, false, так, и вот его идентификатор, в общем, все, получается, сработало, это на сегодня все, я не думаю, что нужно еще что-то делать, поэтому я с вами прощаюсь, вам всего хорошего и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok